Логистика 4.0 А в гостях у нас директор департамента логистики и снабжения компании «Базел Цемент» Денис Назаров. Здравствуйте, Денис. Добрый день. Холдинг «Базел Цемент» – один из ведущих российских производителей строительных материалов. Входит в крупнейшую диверсифицированную промышленную группу «Базовый элемент». Специализируется на производстве цемента, известищебня и минерального порошка, а также стройматериалов, изготавливаемых на их основе. Холдинг основан в 2006 году. Предприятие «Базел Цемента» расположено в регионах Центрального, Северо-Западного и Сибирского федеральных округов. Продукция холдинга используется на стройплощадках более 50 регионов России. Денис, Ваш рынок очень непростой и действительно высококонкурентный. Какие тенденции Вы видите сегодня на этом рынке? С какими трудностями и вызовами сталкивается Ваша компания? Действительно, рынок производства цемента и строительных материалов в последние годы переживал достаточно непростые времена. Основным трендом на этом рынке было снижение объемов производства цемента, снижение объемов производства строительных материалов в связи с стагнацией в экономике страны. В свою очередь, это привело к большому профициту цемента на рынке. В конечном итоге, это вылилось в достаточно высокую конкуренцию на рынке между производителями строительных материалов и цементом. Это накладывает достаточно серьезные требования к логистике данной продукции. На подобном рынке приходится применять нестандартное решение и изыскивать возможности повышения эффективности в самых различных областях. Одной из проблем и особенностей данного рынка, я бы назвал высокую достаточно сезонность производства и потребления строительных материалов. Поскольку объемы производства и потребления летние, они превышают зимние объемы более чем в три раза. Получается автоматизация логистики для Вас это действительно не пустое слово? Разумеется, мы решаем задачи комплексно, обязательно рассматриваем вопросы автоматизации логистики, автоматизации всех процессов. То есть и логистики внешней, и логистики внутрипроизводственной, потому что там мы видим достаточно серьезное поле для повышения нашей внутренней эффективности. Это же всегда связано с изменениями внутри структуры, но и прежде всего это связано с людьми. Как адаптируются Ваши сотрудники под эти изменения? Любые изменения внедряются достаточно непросто. Ключевой момент для успешного внедрения — это объяснить сотрудникам, для чего это делается, что в конечном итоге это дает и какой эффект компания получит от внедрения тех или иных решений. Здесь ключевое значение имеет работа с персоналом, внедрение правильных политик, внедрение систем мотивации, которые были бы эффективны для решения конкретных задач и позволили бы персоналу быть вовлеченными в процессы улучшений, повышения эффективности и получать от этого свой непосредственный эффект. То есть, в конечном счете люди реагируют позитивно, рано или поздно? Вы знаете, как в любом процессе внедрения чего-то нового есть несколько стадий. Есть стадия негативная, есть стадия отрицания, отторжения. Иногда это стадия презрения. А последняя стадия, как правило, это принятие и вовлечение. Совершенно верно. То есть, когда сотрудники, когда люди, которые непосредственно работают с тем или иным процессом, понимают, для чего это нужно, понимают, что по-другому это работать не будет, они, как правило, вовлекаются. Разумеется, нельзя говорить за все 100% сотрудников, потому что все прекрасно понимают, что всегда есть какой-то процент, который не приемлет изменения до конца. Но в конечном итоге все эти изменения реализуются, что подтверждает опыт не только нашей компании, но и многих других компаний в различных сегментах рынка. Через какие логистические процессы или в каких логистических процессах вы уже запустили автоматизацию? Мы в настоящее время достаточно серьезно продвинулись в автоматизации работы с внешними поставщиками логистических решений. С грузопереводчиками. В принципе, грузопереводчиками. То есть мы сегодняшний день на некоторых заводах нашей компании автоматизировали автотранспортную логистику, процессы погрузки готовой продукции, процессы управления очереди, процессы назначения транспорта и, соответственно, процессы контроля доставки транспорта до конечного клиента. В первую очередь, повторюсь, эти процессы охватывают автомобильный транспорт. Но также у нас сейчас есть планы достаточно серьезные. Мы выношаем планы соответствующего рода автоматизацию распространить на железнодорожные перевозки нашей компании. Потому что, в общем, тоже сегмент достаточно ответственный, для некоторых из наших заводов очень серьезный. И там потребность в автоматизации не меньше, так скажем. Но основное направление, которое достаточно хорошо автоматизируется, где это можно достаточно безболезненно внедрять, это именно автоперевозки. Поясню, почему. Автомобильный транспорт, поскольку мы по автомобильным перевозкам взаимодействуем с частными автоперевозчиками, это гораздо более гибкий субъект взаимоотношений, чем государственная железнодорожная монополия, которая является РЖД. То бишь, автоматизация процессов предусматривает вовлеченность нескольких структур. Вот это очень интересно. Я приюбил вас. Мы говорили с вами о том, что не просто с персоналом, а как насчет грузоперевозчиков. То есть, там же сидят такие же люди, и по большому счету им тоже нужно меняться, тоже адаптироваться. Как вы их убеждали? Здесь, на самом деле, все примерно так же, как с персоналом. То есть, для другой стороны, которая точно так же участвует в процессе автоматизации, которая вынуждена адаптироваться под те или иные требования заказчика, нужно объяснить и нужно разъяснить, для чего это делается. Возможно, разработать для них какую-то систему мотивации. Был саботаж, когда вы запустили проекты по автоматизации с перевозчиками? Вы знаете, мы были готовы к саботажу и к тому, что перевозчики не пойдут, так скажем, запускаемые нами системы, но на удивление все прошло достаточно гладко. То есть, приняли очень хорошо? Да, я говорю, что необходимо проводить разъяснительную работу и решать. Мы тем самым решаем не только свои задачи, сокращаем издержки. Мы стараемся решить задачи, которые бы позволили перевозчикам повысить их оборачиваемость. Оборачиваемость транспортных средств достаточно легко конвертируется в деньги. Все понимают, что чем выше оборачиваемость основного актива автоперевозчика, грузового автотранспорта, тем выше от него отдача, тем выше маржинальность его бизнеса. Соответственно, перевозчики, которые понимают, для чего это делается, которые видят, каким образом это делается, они достаточно позитивно оценивают эти изменения. Если они получают желаемый результат по закольцовке, чем больше делают они закольцованных маршрутов от вас к клиенту, тем им это выгоднее. Совершенно верно. Одной из наших проблем в нашем бизнесе является неравномерность. Это высокая степень сезонности, годовая неравномерность отправки транспорта. Помимо этого, имеет место достаточно серьезная среднесуточная сезонность. То есть, условно говоря, все хотят к утру? Да. То есть, как правило, строители хотят получать цемент, основной товар для строительства, хлеб строительства, как говорят, хотят получать к утру. Прекрасно понимаем, что у нас есть актив, у нас есть производственные мощности. Любой бизнесмен хочет загрузить их максимально равномерно в течение суток. Мы вынуждены искать пути, каким образом эту неравномерность суточную снизить. Соответственно, мы пытаемся поощрять клиентов, которые могут принимать цемент круглосуточно. Тем самым мы повышаем оборачиваемость транспорта. Тем самым мы достигаем эффекта и для перевозчика, и для себя в конечном итоге. Денис, автоматизация как-то повлияла на ценовую политику перевозчика? Как-то ощутили изменение цен. Были ли желания увеличить цены для вас с их стороны? Вы знаете, желание перевозчика увеличить цены, оно никогда не пропадает. Вне зависимости от автоматизации. Абсолютно верно. Любой перевозчик, как любой бизнес, заинтересован в увеличении своей прибыли. И перевозчики, в силу разной степени их порядочности, пытаются использовать любые предпосылки для изменения ценообразующих факторов для изменения стоимости своих услуг. Но мы тоже стараемся отношения с перевозчиками строить в современном ключе, переводить их на понятные, прозрачные, долгосрочные отношения. И, соответственно, фиксировать каким-то образом эти условия. Мы не спотовый какой-то заказчик, мы достаточно серьезный бизнес, который предъявляет к перевозке серьезные объемы, который может быть интересен этому перевозчику. Соответственно, может от перевозчика требовать определенных гарантий как по сохранению цены, фиксации объемов, предоставлению транспорта, ну и, соответственно, качественных показателей его работы. Тем более у вас спецтранспорт у них. Да, и действительно, этому способствует то, что этот рынок все-таки достаточно узкий. Потому что автоперевозчик, у которого есть в распоряжении некоторое количество цементовозов, молоко в них перевозить не будет или какие-то скоропорщики, не уйдет куда-то в другие сегменты бизнеса. То есть, ну это действительно очень ограниченный рынок, и они тоже заинтересованы в том, чтобы фиксировать свои взаимоотношения на длительный период с крупными грузоотправителями. Денис, спасибо. Дорогие друзья, не переключайтесь, мы уходим на рекламу. Мы продолжаем программу «Логистика 4.0», и с вами ее ведущие Мария Митрофанова и Данил Ключников. Сегодня с нами в студии директор департамента логистики и снабжения компании «Базел Цемент» Денис Назаров. Денис, автоматизация процессов и вообще в целом любые инновационные изменения в компании, они требуют очень серьезной лидерской составляющей. То есть, по большому счету, руководитель, в частности вы, когда запускали эти проекты, понимали, насколько они рискованные. То есть, условно говоря, если они не запустятся, то ответственность с большой долей вероятности ляжет на вас. У вас были какие-то страхи с этим связаны, что вдруг не пойдет? Страхи, опасения – это нормальное состояние человека, когда он решается на какие-то изменения. То есть, нормальное состояние любого организма, который взвешивает все за и против перед принятием того или иного решения. Вместе с этим необходимо понимать, что сегодняшние реалии рынка подталкивают к поиску нестандартных решений, к поиску решений, направленных на повышение эффективности, на комплекс на повышение эффективности бизнеса. Как я считаю, большое количество заключается и кроется в вопросах автоматизации и внедрения информационных технологий в эти процессы. Поэтому нам было интересно попробовать данный проект. Мы взвесили риски и с учетом специфики проекта приняли решение на одном из наших предприятий, на Серебрянском цементном заводе, этот проект реализовать. То есть, это была тестовая площадка, потом вы ее... Можно сказать, что да, это был пилотный проект, который в дальнейшем, возможно, мы будем тиражировать, время покажет. Как быстро вы какой-то эффект получили, как быстро вы смогли посчитать, что да, проект... Или это в процессе? Это в процессе, потому что автоматизационные решения и плюсы от внедрения данного проекта, они многогранны, так скажем. Мы предполагаем, что они проявятся себя в полной мере несколько позднее. То есть, по крайней мере, сейчас мы добились существенного сокращения сроков нахождения автотранспорта у нас на предприятии, сроков погрузки. Нам удалось сократить этот период более чем в два раза. Помимо этого, мы практически полностью избавились от очередей простоя, тем самым, как мы понимаем, улучшили клиентский сервис. Разумеется, это повышение качества сервиса по доставке продукции. Ну и следующим этапом мы действительно рассчитываем на более серьезный эффект, связанный с внедрением системы аукционов при назначении транспорта, который даст прямой эффект снижения ставок на перевозку. Ну и, соответственно, снижение бюджетов, о которых хотелось бы тоже поговорить. То есть, вот сейчас вопрос бюджетов очень актуален. То есть, вот я так понимаю, АТ будет один из инструментов, при помощи которого вы планируете оптимизировать эти бюджеты, я имею в виду аукционы? Совершенно верно, да. То есть, мы будем, планируем использовать высококонкурентное направление для того, чтобы ряд перевозчиков, имеющиеся и внедренные в использование в нашей компании платформе, по сути дела торговались за право заключить контракт, выполнить перевозку и тем самым снижали ставки, благодаря чему мы рассчитываем получить достаточно серьезный эффект в денежном эквиваленте. Денис, еще у меня уточнение. Автоматизация все-таки подразумевает сокращение какого-то ручного труда. Это есть как результат сейчас у вас в компании? К примеру, работа, скажем, диспетчера, она как-то изменилась, ошибок стало меньше, которые к чему-то приводят. Или, наоборот, это усложнило работу диспетчера. Да, или они вот жалуются. Как они реагируют? Разумеется, на этапе внедрения, на этапе, так скажем, притирки системы, людей системы, количество работы повышается, потому что необходимо улавливать какие-то ошибки, какие-то вещи. Устранять, может быть, повторно делать. Но в конечном итоге мы видим эффект не только в снижении ручного труда, мы видим эффект в действительно повышении прозрачности, управляемости процессов. Потому что повышается в целом степень фиксации каждого отдельного процесса. Мы можем видеть, мы можем измерить любую величину, любую составляющую этого процесса для того, чтобы впоследствии с ней работать и эти сроки оптимизировать. Я сейчас говорю о сроках оформления документов, выписки документов, нахождение транспорта, благодаря которым мы видим в системе. Денис, давайте немножко трансформируем наш диалог к теме. Мы сегодня с вами говорим в том числе и о трендах, которые есть на рынке логистическом в России. Как вы считаете, как текущие макроэкономические изменения, законодательные изменения влияют на рынок? Что вы видите, какие-то изменения есть или нет? Какой-то эффект от этого есть для кого? Как регуляторные процедуры влияют на участников рынка, если они влияют на них? Одной из характеристик рынка, в частности рынка автоперевозок, автомобильной логистики в России в последние годы является усиление регуляторного воздействия. То есть регуляторы в лице правительства, в лице надзорных органов, они в последнее время достаточно серьезно за данный сегмент рынка взялись. Наверное, в целом это хорошо, потому что рынок автомобильных перевозок находился в таком хаотическом состоянии. Он был в меньшей степени подвержен влиянию регулирующего воздействия, нежели, например, железнодорожный транспорт. Благодаря чему сейчас есть система Платон. Несколько лет назад было серьезное ужесточение перевозок. Как раз то, с чем столкнулись производители цемента, строительных материалов, инертных материалов. Ужесточение правил перевозок насыпных грузов автотранспортом. Кроме того, из последних новаций, это запрет иностранным водителям осуществлять перевозки в большегрузном транспорте без наличия российских прав. Который не так давно был реализован. Это как-то вам мешает? Если говорить про автоперевозчиков, то, конечно, любой автоперевозчик будет против изменений. И для них это мешает. Но в целом, я могу отметить, что страна идет по пути европейскому. Скорее всего, где подобные вещи зарегулированы достаточно давно, гораздо сильнее. Потому что не секрет, что в Европе есть очень жесткие нормы труда и отдыха водителей. То есть, водители не имеют права... Да, жестко все проверяется. Да, то есть, водители не имеют права, например, сутки перемещаться более 450-500 километров в день на грузовом автотранспорте. То есть, есть система мониторинга, которая отслеживает, собственно, сколько водитель едет и сколько он должен отдыхать от поездки. То есть, и это дополнительные издержки для бизнеса. Но при этом мы тоже понимаем, что это инструмент повышения безопасности дорожного движения, что мы все являемся пользователями автомобильных дорог. Некая инвестиция в будущее. Да. Если мы говорим про тяжеловесные перевозки, это инвестиции и повышение сохранности автомобильных дорог. Поэтому эффект, он многогранен, он двояк. Поэтому нельзя оценивать это только как негативно или позитивно. Жидаете ли вы, что будет какое-то укропнение транспортных компаний на рынке в связи с этими изменениями законодательными? И как меняется структура рынка в контексте рыночной силы сейчас у перевозчиков или у грузоотправителей в вашем сегменте? Я думаю, что рынок действительно в ближайшие годы будет консолидироваться. Я не могу предсказать, что он консолидируется до состояния нескольких крупных игроков-монополистов. Но тем или иначе крупные игроки, которые смогут действительно внедрить в том числе различные информационные технологии, информационные решения, и тем самым улучшить качество своих перевозок, уменьшить степень порожнего пробега транспорта, они выиграют. И за этой тенденцией, наверное, будущее. То, что касается тенденции в перевозках цемента и взаимоотношений, баланса сил заказчик-перевозок и исполнитель, то, наверное, рынок сбалансированный. Я в целом могу сказать, что это нормальное состояние, потому что рынок автоперевозок достаточно живой, он быстро реагирует. Это рынок с достаточно низким порогом входа на него, мы понимаем. Потому что купить автотранспорт, грузовой, это посильно для многих. Если мы говорим про одну единицу, про какой-то другой автопарк, это все-таки не такие инвестиции, чтобы это было затратно. Поэтому рынок сбалансирован, на нем нет ни профицита мощностей, ни ярко выраженного дефицита, в том числе сезонного. Поэтому я ожидаю, что данная ситуация сохранится. Спасибо. Тинис, во-первых, мы хотим вас поблагодарить за очень интересную содержательную беседу. Действительно, рынок такой непростой, конкурентный, высоко сезонный, как мы уже поняли. Хотели бы вам подарить книгу, называется она «Управляй изменениями». Сегодня много про изменения всевозможные говорим. Надеемся, что она вам поможет в дальнейшем управлять изменениями. Улучшать ваши процессы внутри компании, улучшать себя, улучшать сотрудников, улучшать базу цемента. Большое спасибо. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу. Денис, и напоследок хотелось бы спросить у вас, какими основными качествами должен обладать современный руководитель по логистике? Во-первых, наверное, это профессионализм и неповерхностное знание субъекта того, с чем этот руководитель должен работать. Во-вторых, я полагаю, это готовность к изменениям на динамично меняющемся рынке. Ну и в-третьих, это готовность и умение слышать окружение, работать с людьми, взаимодействовать с перевозчиками. Быть лидером? Да. В конце концов. Спасибо вам, Денис. В эфире была программа «Логистика 4.0». Ввели ее Мария Митрофанова и Даниил Ключников. А в гостях у нас был Денис Назаров. А мы прощаемся с вами и говорим вам то, что говорим всегда. Будущее логистики начинается уже сегодня. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»